Есюниха единственный в регионе спортивный аэродром. Его авиапарк насчитывает 9 самолетов трех разных типов. Здесь можно не только прыгнуть с парашютом, но и пройти курс летчика-любителя. На сегодняшний день из 9 самолетов совершать полеты могут только 2. Еще столько же проходят регламентные работы, чтобы получить разрешение подниматься в небо. Остальные ждут, когда клуб найдет средства на восстановление их летной годности. Стоимость одного такого ремонта около 2,5 миллионов рублей. Находить эти деньги удается с трудом. Мы понимаем, что условия изменились прекрасно, что мы уже не в условиях социализма живем, в условиях другой страны абсолютно. И мы вынуждены деньги эти зарабатывать каким-то образом. Поэтому да, мы выполняем отсюда работы, мы выполняем услуги по подготовке тех же парашютистов, тех же летчиков, спортсменов. Но сами понимаете, что удовольствие это не дешевое, и поэтому такого большого потока, который бы хотелось, к сожалению, его нет. Александр руководит аэроклубом всего месяц. Все постройки, которые здесь есть, были возведены на собственные средства коллектива клуба. Самолетов, которые могут подниматься в небо, все меньше, а значит и доходы от полетов падают. Так, через какое-то время может настать момент, когда денег на ремонт совсем не останется. На базе аэродрома действует военно-патриотическая школа «Высота». Ребята изучают летное мастерство, прыгают с парашютом. Ульяна в клубе уже два года. После школы она собирается поступать в военное училище. Закрытие аэродрома для девушки – как страшный сон. Ну, знаете, это как часть сердца выпадет, наверное, потому что это все стало очень уже близким и родным за два года. Мы здесь как одна большая семья. Выполнение прыжка с парашютом требует определенной сноровки и подготовки. Александра инструктирует тех, кто прыгает впервые, рассказывает, как вести себя в воздухе и что делать в случае экстренной ситуации. Авиаклуб для него – второй дом. У меня привела мечта. Мечта служить в десантных войсках. Я пришел в аэроклуб, занимаясь в школе «Высота» военно-патриотической. Сделал первые свои три прыжка с парашютом и понял, что это действительно то, чем стоит заниматься. Закрытие авиаклуба грозит тем, что все постройки придут в негодность, а самолеты растащат на металлолом. Очень печально все будет, потому что это единственный аэроклуб у нас в области, в Ивановской. Аэроклуб неплохой по сравнению с другими аэроклубами нашей страны. Прыгать будет негде, если он закроется. Для новичков прыжки проводят по субботам в хорошую погоду. Среди тех, кто проходит подготовку и дочь Марины Гранкиной. Мы ее, во-первых, сюда привезли и послушать инструктаж, вникнуть в это. Хотелось бы, конечно, посмотреть, но не удастся, как она будет лететь. Туда, наверное, не пускают на аэродром. Но очень волнуюсь я. Если говорить о Исюнихе как о коммерческом проекте, то на заработанное средство привести в порядок все самолеты в сложившейся ситуации вряд ли удастся. Скорее, это социально значимая площадка для патриотического воспитания молодежи. Единственное место в регионе, где готовят спортсменов-парашютистов. Сейчас судьба аэроклуба под вопросом. Без посторонней помощи ему попросту не выжить. От винта!